здарова александр россия нижногород как вас вылечить евгений киев украина очень приятно хочу общаться спрашиваю смотрели ли вы такой фильм ну включи о чем включать долго будет два часа идет хай тарма называется а смысл чем смысл вот даже написано история одного народа то есть это про некоторые моменты истории скажем так вот еще кадр с него типа вот такая как заставка нож ну я понял обложка вот да с чьей стороны этот кадр что кто этот фильм снимал о чем смысл ты же можешь который смотрел вот кто снимал знаете такой знак по ночи не раз вижу очень серьезно мучка какая-то муть ну да а вот этого человека может где-то видели недели такое дважды я и советского союза советский ос это не значит ничего много которых не знает сколько людей плело как говорится о которой даже памяти нету сотни в этом этому человеку памятников очень много везде в россии в том числе бандеры что бандеры то есть вы хотите сказать что у бандеры были на 2 2 награды героя советского союза я не знаю кто там чанна ахмед султан крымский татарин ну так вот он был в этом фильме как бы как в роли главного персонажа понятно что там актер за место него был потому что ты еще времена войны и как раз он он как раз таки там выступал как главным героем который видел депортацию своего народа депортировали всех до одного от малых до старых скрима в сорок четвертом году как раз вот годовщина 8 8 десятилетия будет вот как раз это фильм по этой депортации хорошо хорошо я понял ты чему придерживаешься я придерживаюсь сколько будет 8 на 9 8 на 9 сколько будет напомнить 8 на 9 напомнить сколько будет то мне ответь потом если отвечу не но было ты мне ответишь 8 на 9 так 8 на 9 сколько будет так и не дождались наверное как такое чё ты чё ты сразу же вот сразу меня уже все знают вот известная личность сразу начинается хрюканье кстати так и не посмотрел видосы там где вы там харьков за два часа взяли хочешь посмотреть не хочет до сих пор саму алейкум алейкум саня алейкум саня в украине нормально ничего не осуждает как дела да так вот спрашиваю вот за это вот сейчас покажу за этого товарища вот может знаешь может видео где-нибудь сейчас сейчас вечная проблема с этим с этой яркостью я не знаю жаль подписано даже вот сервов это этот кгбшник председатель кгбсссср я не знаю не изучал ну вот видишь сколько у него там он медалек ордену блин ну вот видишь целый целый этот мы наверное все что могли быть а как думаешь за что получал муж на войне где-то и башник на войне получал 1 кгбшник это ну я живу и председатель кгбсссср предположение даже нет отвагу что делать какие-то велики крутого и у прям крутых ну тут отчасти тут отчасти тут вот ты права вот кстати один из тех кого он поймал видишь видно тебе да ё-моё такие телефоны блин вот видишь кого поймал маша спасла ну может и спас ну кто это как думаешь это крымской татарский мальчик депортированный из крыма за предательство советского союза и с этот работу с немцами ну вот сразу видно да вот сразу видно что вот это предатель родины как думаешь сколько ему лет он и 4 макс уже успел предать советский союзи поработать с немцами ну да в принципе но он же может сделать что ребенок у него толком мозгов нет вопроса заманили а как думаешь как бы он как бы как он мог сотрудничать смотри у тебя будет все и говорят но при этом ты просто докладывать что делают люди все четыре года докладывать что делают люди почему докладывать ему же объяснение там говорить вообще можно четыре года вообще можно адекватно начать разговаривать да ты шо и ты докладывал уже да да на как на кого-то там неудно зачем такой дичь не все скажи мне так это ж дичь ну зачем ты такую дичь ну честное слово ну это смешно ну чего ты взял что-то дичь проверки ну не знаю тебе наверное там любой человек из школы где-то где-то там где ты учишься в школе не универе вот эти кусь и господи то в школе тебя любой скажет что это полная чепуха наш так четвертом году понимаешь как этот мальчик вообще депортирован оказался так четвертом году просто крымских татар всех всех депортировали всех за то что они работали с немцами ну вот что то все забыли за аппарат пскове сорок третьего года когда там шла это первая гвардейская русская освободительная армия это русские которые на немцев работали и там их было уже 500 человек а потом за годик их стало 8000 8000 стало только в одной гвардейской и таких было таких было бригад очень много и вот что-то за это все забыли что ну вот причина была даму и партировали за то что как-то сотрудничали там как сказал сталин 20000 человек но прикол то в том во первых цифры взяты с воздуха во вторых почему же русских не никто не тронул если они там сотни тысяч сотрудничала вопрос да как-то можешь осуждать если тебя там не было достоверно или эта информация какая ну то что мне сейчас я рассказывал что депортировали кримских татар и про 20000 которые ты сказал так это не сказал это сталин товарищ сказал это это сталин бери я это не придумали в сорок четвертом году на ходу что там дофига сотрудничала то даже если даже если мы условно возьмем что эти цифры супер точные прямо 20000 окей если даже супер точные нет ни одного никакого там международном нигде идею мире нету такого чтобы за то что сотрудничает какие-то отдельные личности депортировать там женщин детей стариков и так дальше какие вообще отношения к этому ни капли не имели так как этот мальчик он там вообще только только успел я не знаю вообще убедить как как там выглядит мирно вокруг него не то что там понять вообще хоть что-то или ты не согласен не согласен ну смотри одному смотри не ну да мы по-разному думаем тут я не спорю но есть у нас еще такой человек как анастас иванович микоян как думаешь кто это такой это государственный партийный деятель ссср революционер а также он вместе с сталином работал то есть был его вот прям вместе с ними работал вот этот человек и он своих потом воспоминаниях когда умер сталин он 99 году эти воспоминания были выданы так было называется вот вот главе 42 он как раз таки писал по принципе что что как вообще такое возможно было он писал что удрущающее впечатление на меня произвело то что сталин добился выселение целых народов эту кстати не только крымцев не только крымских татарь не только крему еще чеченцев ингушей калмыков карачаевцев балкарь и кабардинцев немцев пололожья и других с их исконных земель в европейских районах и в закавказье а также татар из крыма греков из закавказья уже после того как немцы были изгнаны из территории где проживали эти народы я возражал против этого но сталин объяснял это тем что эти народы были нелояльными к советской власти сочувствовали немецким я не понимал как можно было обвинять целые народы чуть ли не в измене ведь там же есть партийные организации коммунисты масса крестьян не секунду я дочитаю советская интеллигенция наконец было много мобилизовано мобилизировано в армию воевали на фронте многие представители этих народов получили звание героев советского союза но сталин был упрям и он настоял на выселении всех до единого собжитых этими народами мест это было невероятным особенно со стороны человека который славился знатоком национального вопроса проводником ленинской национальной политики это было отступлением от классового подхода в решении национального вопроса нельзя обвинять всю нацию в измене хотя может быть и были как среди русских или украинцев армян и других какие-либо реакционные элементы затем перешедшие в услужение к немцам но это были единицы их можно было установить и разыскать расследовать их дела дело переселения народов сталин получил серову вот это что я показал в начале заместителю берия бывшему наркому внутренних дел украины которым были даны не ограниченные ополномочия по организации поселения в течение суток двое загружались вагоны и отправлялись другие места была такая высокая организованность в этом деле которую конечно нужно было бы применять другом деле они в таком позорном серов дошел даже до того что приставил к наградам тех офицеров и военнослужащих которые осуществляли эту операцию и эти награды были им вручены то есть вот я тебя спросил вот тогда когда сама начала показала этого серова у него там полное табло на на этом на теле да вот этих наград полное табло и теперь вот ответ на вопрос это я сама начала задал за что у них получил эти награды так вот же вот же ответ нашелся видишь на все вопросы то есть даже вот этот человек который работал со сталином микоян даже он все понимал и соглашался со мной хотя он был партийным деятым а ты почему не соглашаешься скажи мне короче ну вот такой вопрос отходя от тема почему отходя топишь не закончили не закончили эту тему чтобы переходить другом же ты уважаешь украину ты почему оправдываешь действия сталина я так и не понял 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 что почему почему даже микоян не оправдывал а ты оправдываешь наследник нквд наверное просто вот каменное лицо стеклянные глаза плевать на все ноль чувств это типичная типичная характеристика наследника нквдшника если я ошибаюсь пожалуйста но потом потом вону все вскроется слава россии до составе китая россия васау китая китая не знаешь такая васау ты училась в школе лучше я училась но сколько будет 8 на 9 умножить слава бог ты была близка к провалу это украина или нет на столице столица украины украины капец я думал там уже типа типа безобидную россию украины не существует потому что я смотрю что там разбомбили все разбомбили а думаю украины уже нет ну да там одну значит нефтебазу в россии разбомбили вторую и десятую весь флот разбомбили кучу вертолетов самолетов разбомбили я думал там уже россии нет если честно а и все да это спецоперация за три дня взяли киев да почему у белгороде сейчас прилетает если спецоперация была за три дня а это белгород белгород все время прилетает а белгород это не область это город так почему туда прилетает вообще ну как смешно просто господи боже мой и снова здравствуйте ну вот вы все тут сидеть ну не говорите что и красавцы смеш смысле я вам говорю что вы очень красивая ли так мне тоже самое говорят и что наше место не зажавеет прекрасно ну там пусть и пусть и пусть говорят какая разница а зачем это говорить потому что война идет потому что все злые слушай солнышко но я понимаю с украины с россией то а ну с россией там просто такой манер общения знаете там я что же с россией россия на россии ну вы же вы же у вас у вас корни ж не российские вроде ну что у нас ну я имею ввиду вы может татарка или там кто вы вы же не россиянка вы же не россиянка поэтому вы не понимаете почему вас убежает потому что россияне не терпят вообще никого никого не терпят я вообще не понимаю как может существовать это государство с такой внутренней ситуацией между народами один твий лайк это 10 новых глядачев рекомендованных алгоритмами ютуба проте через безкінечні атаки російських ботоферм український контент опинився в тіньовому бані підтримай українських блогерів лайком та підпискою не тільки на ютуб а а й в телеграм-каналі щоб мати доступ до всього матеріалу використаного відео слава україни